Потребительские цены в Германии в ноябре 2022 года выросли на рекордные с 1951 года для ноября 11,3 процента, официально сообщило Федеральное статистическое управление Германии. Предыдущие немецкие рекорды инфляции были в октябре 11,6 процента и в сентябре 10,9 процента, пишет Блумберг. Энергоносители подорожали на 38,4 процента, продукты питания на 21 процент. Резкий рост цен в значительной мере связан с антироссийскими санкциями. А в некоторых регионах Германии из-за энергокризиса объявлено чрезвычайное положение. Северный Рейн-Вестфалия объявил чрезвычайное положение. Введение ЧП необходимо для того, чтобы региону был предоставлен кредит на сумму 5 миллиардов евро. Новой задолженности объясняются рецессии, которая продлится до 2023 года. Северный Рейн-Вестфалия пострадал больше других от роста затрат на электроэнергию, так как на реке Рейн расположено множество предприятий энергоемких отраслей промышленности. Изначально на борьбу с кризисом предполагалось направить 3,5 миллиарда евро, выделенных земле в связи с пандемией. Однако аудиторы посчитали это решение неконституционным. Оно нарушает требования о том, что средства должны быть потрачены на первоначальные цели. Французская компания намерена построить ветроэлектростанцию на юго-востоке Казахстана. Глава государства принял председателя Совета директоров и главного исполнительного директора Total Energy Патрика Пуяни. Передает Financial Times Казахстан со ссылкой на пресс-службу президента РК. Во время беседы Касым Жомар Токаев отметил, что в ходе переговоров с Эммануэлем Макроном особое внимание было уделено компании Total, которая занимает важное место в стратегическом партнерстве Казахстана с Францией. Total Energy синвестировала в Казахстан 12 миллиардов долларов. Я уверен, что и в будущем компания останется одним из крупнейших инвесторов Казахстана, поделился планами Патрик Пуяни. Стороны обстоятельно обсудили вопросы сотрудничества в энергетическом секторе Казахстана. Компания намерена построить ветряную электростанцию мощностью 1 гигаватт, которая будет введена в эксплуатацию в 2026-2027 годах на юго-востоке Казахстана. Предварительная стоимость проекта – 1 миллиард 900 миллионов долларов. Предварительных договоренностей удалось достигнуть в рамках официального визита президента Казахстана во Францию, где Токаев провел несколько встреч с руководителями крупных французских компаний. Совет Сан-Франциско разрешил городской полиции использовать смертоносных роботов с дистанционным управлением. О нововведении сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти. Городской совет Сан-Франциско большинством голосов принял решение о возможности использования роботов, которые потенциально способны убивать в чрезвычайных ситуациях. В соответствии с утвержденной поправкой, применение роботов будет возможно только после того, как исчерпаны альтернативные меры. Решение было принято после оживленной дискуссии между сторонниками и противниками нововведения. Основной аргумент против – милитаризация полицейских и увеличение количества нарушений в отношении бедных и меньшинств. В настоящее время у нас нет вооруженных роботов и их приобретение не планируется. Но после принятия закона полиция сможет использовать дистанционно управляемых роботов, оснащенных взрывчаткой, для контакта, выведения из строя или дезориентации насильственных, вооруженных или опасных подозреваемых, когда на карту поставлены жизни. Говорится в заявлении представителя полиции Элисона Макси. В настоящее время полиция Сан-Франциско использует 12 функционирующих наземных роботов. Они применяются для проверки взрывоопасных объектов или наблюдения в условиях плохой видимости, сообщает департамент. До сих пор они ни разу не использовались для доставки взрывчатых устройств. Разрешение местных властей на потенциальное использование роботов потребовалось из-за нового закона, принятого в штате Калифорния. Он требует от полиции и шерифов инвентаризации военного оборудования и получения разрешения на его использование. По данным Марка, капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду близок к подписанию контракта с саудовской командой Аль Наср после ухода из английского клуба Манчестер Юнайтед. По информации спортивного издания, футболист покинул английский футбольный клуб Манчестер Юнайтед, расторгнув договор с командой по обоюдному согласию сторон. Соглашение с 37-летним форвардом может быть заключено на два с половиной года, а его зарплата составит 200 миллионов евро за сезон, пишет издание. Как отмечает Марка, ни одна европейская команда или клуб из высшего дивизиона футбольных лиг в США и Канаде не может в данный момент предложить спортсмену более выгодный контракт.